И снова всем привет, дорогие друзья! Вы попали на канал Stikis 228. Давно у меня не было видосиков, и сегодня я хочу поговорить о большом торте, который испекла киновселенная Marvel с поводом окончания съемок Мстителей 4. Как вы знаете, они недавно закончились, по-моему, 4 января, как я помню. Но это уже хорошее достижение, как бы у них уже внутри киновселенной закончилась фаза третья, и будет перезапуск. Но у нас она закончится только 2 мая 2019 года, дорогие друзья, и будет перезапуск. Мы видим в сторонке камень души, желтый камень. Типа он тут ни при чем. Тут много пасхалочек в торте, так что мы их все разберем. Потом мы видим на нижней части торта логотипы супергероев, которые у нас присутствуют в киновселенной Marvel. Там видим Тора, Капитана Америку, Человека-муравья, Черную Пантеру и остальных, дорогие друзья. На первом этаже торта мы еще видим два Камня Бесконечности. Один Камень Силы, а другой Камень Разума. Камень Силы и Камень Разума. И видим две руки торчащие. Видим мы руку Черной Вдовы, видим руку Халка, руку Черной Пантеры. Почему, не знаю. И видим еще руку, наверное, Железного Человека, я так понимаю. И у меня есть такое, как бы, предчувствие или такая... Мои доводы, что это, как бы, Война Бесконечности. И это те, кто умрут в Войне Бесконечности. Я, конечно, буду сожалеть, если они мрут, особенно Черная Пантера. Черная Пантера мне очень безумно нравится, дорогие друзья. И как они, вот, и держат, типа, второй этаж, это, как бы, уже Камень... Ой, Мстители 4. А первый этаж, это Мстители Война Бесконечности. Торт весь украшен, как под космос, вот. И на втором этаже у нас стоит Величественно Танос, держа в двух руках камень... А, то, что забыл сказать про первый этаж. Это камни, которые он, скорее всего, захватит в первом фильме Войне Бесконечности. Но почему же тогда он держит в руке камень реальности Тессеракт? У себя в руке на втором этаже, хоть это Мстители 4. А в трейлере было показано, что у него в Перчатке Бесконечности вставлен уже Тессеракт. Как вы знаете, друзья, у меня есть разбор трейлера. Заходите, посмотрите. И мы видим, что в Мстителях 4, скорее всего, у него будет Камень Времени, Эфир, Красный Камень, и Тессеракт. Но Тессеракт должен быть уже Войне Бесконечности. А Камень Души там, типа, чтобы ничего не спойлерить, в каком он там появится в фильме, чтобы ничего такого не было. Ну, скорее всего, он появится в первом фильме Войне Бесконечности. Ну, точнее, не в первом фильме, а это как бы не один фильм в двух частях, а это разные фильмы Мстители 4 и Мстители Войны Бесконечности. И, как вы знаете, что киновселенная Марвел Кевин Файги не хочет пока ставить слоган к фильму, ну, точнее, название к фильму Мстители 4. Потому что названия всегда спойлерят, как бы, сюжет и дальнейшие действия, которые будут, или какие-то события, которые будут происходить в фильме. И мы видим Величественного Таноса, они держат его, типа, он все, король вселенной, как захватил планету Земля. То, что вот он все, покоритель Земли. Ну, как бы, и некоторые герои уже погибли. Кстати, есть такое, не знаю, видели вы или не видели, но фотка Тони Старка. Тони Старка, я, может быть, вставлю в видео, фотку, где он держит руки Роберт Дауни-младший над логотипом Мстителей 4. Ну, там, Эвенджерс, Мстители. И, ну, там была пасхалочка, типа, 4. И, скорее всего, Мстители 4 будут, они, как бы, будут назад в прошлое. И будут вот так по всем фильмам киновселенной Марвел, ну, точнее, не прям, ну, как бы вам сказать, не фильмы будут говорить, а вот события, которые были, как Капитан Америка, потом вторая часть Капитана Америка, Тор, Тор 2, Тор Рагнарёк. Они по всем вот этим фильмам будут, скорее всего, проходить. Мне так кажется, чтобы предупредить всех, и чтобы они уже были готовы к встрече с Таносом, дорогие друзья. Потому что, скорее всего, они в Войне Бесконечности проиграют, а потом уже в Мстителях 4 смогут отстоять своё право на супергеройство. Ну, и вот, в принципе, и есть такая безумная теория, что Тор работает вместе с Суртуром. Потому что Суртуру не понравится, если он будет прислужником Таноса. И, скорее всего, Тор его попросит, чтобы он помог в борьбе против Таноса. Ну, мне кажется, это хорошая такая задумочка. Вот, в принципе, и одежда у него тут теперь другая, не такая, как в трейлере Мстители Войны Бесконечности была у Таноса здесь. И вот тут люди с тортом, с кусочками стоят. Это вся, ну, не вся, конечно, люди из съёмочной группы. Ну, я хочу спать хоть 4 часа. Вот, 4 часа я имею в виду дня. Ну, уже, можно сказать, вечера. Но мне об этом. И вот идёт дождь, потому что там зонтик. Вообще, торт выглядит очень красиво, яркие краски. Очень таким, ну, правда, красивым. Мне очень нравится. Если вам нравится, то ставьте лайки и пишите комментарии, как вам этот торт. И пишите какие-нибудь новые пасхалочки, отсылочки. Мне будет интересно это прочесть, дорогие друзья. Что ж, на этом я могу свой коротенький ролик заканчивать. Кстати, сегодня будет ещё стрим по одной игре, которая была на Нинтендо. Она старенькая такая уже игрушка. Типа как Человек-паук Токсик Сити у меня была. Стрим был. Вот, я её всю проходил. Так что вот будет тоже стрим по старенькой такой игрушке. И завтра будет ещё видосик по Снайпер Асвальд. Ну, как-то там так, я не помню. Арена, что-то типа того. Что ж, всем спасибо за просмотр. Всем пока, желаю удачи. Подписывайтесь на мой канал. Жмякайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых интересных стримов. И новых интересных видосиков. Каких-то новостях о Marvel и DC, которые вы не знаете. Всем спасибо, всем пока. Желаю удачи. Надеюсь, у вас хорошее настроение. До стрима. Сегодняшнего стрима, дорогие друзья.